всем привет меня зовут алексей ханыков и в этом ролике мы будем с вами выбирать камеру для путешествий поехали какую камеру с собой взять ну конечно типичный ответ начинающего фотографа или вообще не фотографа путешественника какой-нибудь зеркальную какой-нибудь недорогую и в общем-то универсальную чтобы можно было снять все но отчасти это правило отчасти нет и давайте попробуем разобраться что к чему какие параметры использовать для выбора техники и хочу вам показать на примере двух камер собственно их фундаментальное отличие какую нужным взять в тревел путешествия а какую лучше оставить дома но если у вас вдруг есть выбор если у вас нет выбора то надеюсь этот ролик поможет вам его сделать начнем с того что путешествие это дело довольно таки утомительное но и классная конечно но все же если вы с собой носите лишние два три четыре килограмма техники с фото сумкой это конечно немного наверное не то чтобы вы хотели от отдыха и в этом смысле помимо зеркальных камер есть еще системные камеры которые легче зеркальных аналогов ну я давайте вам покажу два варианта вот у нас есть одна камера это 550d типичный зеркальный фотоаппарат вот таким вот стеклом 1750 и еще бленда то есть выглядит довольно внушительно ну и весит тоже прилично и вот такая системная камера которая отлично помещается в руке весит но вот по ощущениям раза в три наверное а меньше обратите внимание на то какой маленький объектив до самой камеры компактная эта системная камера можно сказать нового поколения вышла она совершенно недавно и у нее есть куча достоинств для travel фотографии ну начнем мы конечно наше обсуждение с веса да обратите внимание маленький размер камеры маленькие объективы то есть вот стандартный 45 миллиметровый объектив выглядит вот таким маленьким блином но при этом у него очень хорошие очень хорошие возможности для съемки в travel фотографии вы конечно скорее всего возьмете travel объектив что я вам в общем то тоже советую и ну например отличный вариант будет 1240 если брать в перерасчете как полную камеру да то это будет в районе двадцати четырех восьмидесяти это отличное фокусное расстояние то есть он получается как широкоугольный так и практически портретный объектив в travel фотографии в travel путешествие вам возможно даже хватит его одного среди прочего подобные камеры если они выпущены относительно недавно то у них конечно очень хорошая детализация снимков вот я проверял в сравнении с полным кадром той же самой 5d mark 2 вот эта камера от олимпус ем 10 она имеет как мне показалось на моих кадрах она показалась более детализированной в это наверное сложно поверить особенно тем кто яркий фанат полного кадра но сравните возможно вы не пользовались вот у меня такая возможность была я использовал как 5d mark 2 так и данный фотоаппарат помимо детализации отличная возможность для съемки видеороликов потому что в travel в travel фотографии мы же не только можем фотографировать да но и найти что-то интересное какой-нибудь танец племени все что угодно может быть поэтому запись роликов это очень важно и интересно и в новых камерах которые создаются до сейчас важно найти стабилизацию изображения то есть сейчас некий стандарт это 5 осевая стабилизация и если вы видите фотоаппарат с такими настройками то это такой значок надо брать можно сказать конечно все зависит от бюджета но вместе с тем вот такая 5 осевая стабилизация позволяет вам сэкономить допустим на штативе или моноподе и уж точно не брать это все с собой в путешествие что еще путешественники требуют от фотокамеры ну конечно гибкого управления чтобы это все быстро настроить какой-нибудь крокодил выполз чтобы мы сделали очень быстро кадр и в общем если вы встречаете подобные камеры где можно с помощью колесиков сразу моментально установите диафрагму и выдержку и со одной кнопкой баланс белого можно там допустим поставить это дает какие-то нереальные возможности новые и почему бы этим не пользоваться нельзя обойти стороной и творческие возможности которые дают системные камеры довольно много необычных здесь настроек в том числе какие-то сюжетные вещи типа съемки снега и и вот эти режимы они позволяют нам позволяют нам экономить время на установке настроек безусловно никто не говорит о том что вы должны все это делать в автоматическом режиме но при этом если вы умеете снимать в ручном режиме это хорошо но мы же говорим о тревел фотографии где зачастую очень важно не потерять какой-то момент поэтому здесь отлично работают и полуавтоматические режимы не скажу за счет насчет автоматического потому что все-таки авторежим этот прям какой-нибудь зеленый да или ай авто вот эти лучше не использовать если вы совсем совсем новичок в фотографии и для вас такие слова как диафрагма и выдержка вы их боитесь то я вам советую поставить режим p такой программный режим который за вас поставить все настройки но доступ к некоторым будет все таки открыт последний момент на который стоит обратить внимание это конечно режим ваш режим невидимки когда выходите по городу с большой камерой типа такой конечно все знают что она много стоит даже если она стоит немного но она же большая и привычка заключается в том что нехорошие люди понимают что наверное она стоит много и наверное надо к вам подойти или что-то такое маленькие камеры они позволяют отвести от вас какое-то лишнее внимание в том смысле что но отчасти она не выглядит такой дорогой и привлекающие внимание плохих людей самом начале ролика мы с вами говорили о том что есть еще и зеркальные камеры конечно если у вас уже куплена зеркальная и вы не планируете покупку другой камеры это хороший вариант берите зум объектив и можете также делать отличные кадры вместе с тем если вы сейчас все еще стоите перед выбором что же вам купить для того чтобы просто сделать классные кадры в путешествие но особо не задумываясь о технической начинке вот наверное все таки мой выбор в пользу таких системных небольших камер ну они в общем то удобней меньше по размеру и там есть много интересных функций в конечном итоге выбор конечно делать вам самое главное помните что все таки фотоаппарат это не самое важное важно то что вы видите и то что вы хотите передать с помощью кадра поэтому я желаю вам больше таких моментов интересных чаще снимаете на этом все спасибо большое за внимание всем пока